Всемирной балловой системой лояльности ПЗМ выгодно пользоваться абсолютно всем. Почему выгодно? Объясняю. Выгоды для клиента. Так как мы все являемся кто-то производитель или поставщик, кто-то реализатор, но по сути мы все где-то клиенты и покупатели, поэтому нам, как клиентам, выгодны везде любые скидки на любые товары и услуги в баллах ПЗМ. Сейчас я вам поставлю минутную нарезку вот с этого видео, так как этой темой на сегодня наполнен весь интернет. А потом мы разберем выгоды для предпринимателя. Люди боятся цифрового рубля, того, что им кто-то может навязать цифровой рубль с 1 апреля этого года. Люди боятся того, что государство будет следить за использованием этих денег. А цифровой рубль сделает нас не просто обезличенными, он нас сделает явно видимыми. Я вам могу сказать, что государство в этом году приступит к сокращению наличной денежной массы порядка 200 миллиардов рублей. Вот в Советском Союзе была себе вполне двухконтурная денежная система. И не было инфляции. Советский Союз имитировал денег ровно столько, сколько заявлял Госплан. Почему цифровой рубль это не совсем то, о чем мы думаем. Жылая миссия, например, Советский Союз имитировал миллиард рублей. На этот миллиард рублей построили 12 заводов. И эти деньги никак не попадали, не влияли на стоимость хлеба и молока в магазине. Потому что они могли попасть в розницу только путем выплаты заработной платы. Центробанк сможет создать столько цифровых рублей, сколько потребуется без учета валютных интервенций и прочей конвертации зарубежной валюты, будь это доллары, евро или юани. При необходимости количество цифровых рублей будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от потребностей экономики. Итак, что мы имеем? Цифровой рубль не для накопления и не для сбережения. Ни один цифровой рубль не может быть выдан в кредит и отдан в депозит в банке. Когда люди говорят, что мы опасаемся, что у этого цифрового рубля будет срок использования, когда мы должны его потратить. Ну да, вы его накапливать не можете. Это другой рубль. У нас будет двухконтурная денежная система. Останутся какое-то время наличные деньги, останутся безналичные деньги и те же банковские счета типа МИР. И будет введена параллельная система цифровой рубль, которая будет отвязана от currency board'а, от правил Международного валютного фонда. Действительно, с точки зрения логики, нужно аннулировать наличные денежные обращения, убрать безналичные денежные. Ну, безналичные можно оставить в рамках другого контура, но наличка тогда людям, она не потребуется легче контролировать будет. Вы читали, как технически будет устроен цифровой рубль? Цифровой рубль – это приложение на смартфоне. Так? Правильно. И под это якобы центральный банк создал свой блокчейн, который будет полностью под центральным банком. И он и эмитент, и он и контролер, и так далее. И он независимый, он такой классный. А теперь давайте посмотрим на наши смартфоны сейчас в России. Итак, вы понимаете, что блокчейном будут владеть только центральные банки. И после изъятия бумажных денег все ваши активы будут находиться не у вас, а в доверительном управлении банка. А теперь на минутку представьте, что телефон вышел из строя. Или разрядился в магазине перед кассой. Или вообще украли. Что тогда? Мудрые люди вообще стараются держать деньги в разных карманах. А тут карман один, и тот не у вас, а у банкира. Теперь подведем итоги насчет двухконторной финансовой системы. На сегодня есть два способа для использования и хранения своих сбережений. Первый. Бумажные деньги, которые мы можем накапливать в личном кошельке или под матрасом и обмениваться ими из рук в руки. Мы и только мы владельцы этих бумажных денег. Для нас удобно, это практично, не нужно платить комиссию за обмен. Второе. Цифровые деньги на банковских картах. Эти цифры мы также можем накапливать, но уже не под матрасом, а в доверительном управлении банка, который полностью контролирует, откуда у нас на карту поступили эти цифры и куда мы их потратим. А еще и снимают с нас комиссионные при некоторых транзакциях. Банки вправе заблокировать любой счет при любой операции и потребовать от вас происхождение ваших цифр, предоставляя нам удобство взамен на тотальный контроль. Третье. В недалеком будущем в каждой стране начнут, как грибы, появляться национальные крипторубли. В Российской Федерации уже с 1 апреля 2023 года крипторубль появится в обиходе. Крипторубль будет находиться под полным контролем в банке, а не у вас под матрасом. Он не только не накапливается на вашем счете, но еще и ограничен в сроке хранения цифр на этом счете. То есть истек срок хранения и счет могут обнулить. И когда бумажная денежная масса будет уменьшаться, у нас у всех останется только полная зависимость от банков. И вот тут на выручку из этой ситуации разработана еще одна альтернативная система бумажным деньгам. Это криптомонета призм на собственном блокчейне, где вы будете хранить свои монеты на личном кошельке. А парольную фразу от своего кошелька на флешке под матрасом. Применяя призм как обеспечение для всемирной балловой системы лояльности ПЗМ, мы получим отдушину от тотального контроля банковской системы. И собственный регулятор для своей гибкой системы скидок, как для привлечения клиентской базы, так и для увеличения своего товара оборота. Это не замена национального рубля, это еще одна параллельная финансовая система, которую можно применять в любом бизнесе в любой стране. Она независима ни от банков, ни от государственных органов, ни от государственных структур, ни от национального рубля. Монета может накапливаться в вашем личном кошельке, это самый важный фактор. И когда денежную массу выведут из оборота, у вас останется только один накопительный, никем не регулируемый и никем не контролируемый счет на вашем личном кошельке в монетах призм, которые вы в любой момент можете перевести в баллы ПЗМ в любой торговой точке за товар или услугу в любой стране. Вот на этом слайде мы видим, что любые деньги печатаются, так сказать, сверху и распределяются вниз, как раньше говорили, каждому по способностям и всем по труду. Криптомонета призм печатается в личных кошельках всех пользователей, одновременно в зависимости от того, сколько монет в вашем личном кошельке и от общего баланса монет ваших клиентов под вашим кошельком. И распространяется среди всех желающих пользоваться этой системой. Теперь, почему предпринимателям выгодна всемирная баловая система лояльности ПЗМ? Клиенту удобнее привязать один адрес кошелька, пользуясь одной парольной фразой от него во всех торговых точках, где он покупает товары или ему оказывают услугу. Это нужно принять как преимущество. Об этом я в подробностях рассказываю вот в этом ролике, что уход от системы типа «в моем магазине я принимаю только свои баллы, которые я раздал». Благодаря этой устаревшей системе клиенты имеют на руках сотни скидочных карт от разных магазинов. Это невыгодно и неудобно для клиентов, а для предпринимателей еще и затратнее. Этот ролик размещен на телеграм-канале «Всемирная баловая система ПЗМ». Ссылку на него сейчас вы видите на экране, а также она будет под роликом в описании. Переходите по этой ссылке и подписывайтесь. Изучайте все размещенные там документы и видеоматериалы. При баловой системе ПЗМ задача предпринимателей – успеть как можно быстрее активировать не только новый кошелек своим и чужим клиентам, пока это не сделал кто-то другой, но и привязать даже уже активированный кошелек в других торговых точках, потому как это увеличит ваш товарооборот. Если вы будете предлагать наиболее выгодные условия, то эти клиенты будут чаще отовариваться именно у вас, а не там, где ему активировали кошелек. Движение Всемирной баловой системы ПЗМ между торговыми точками и клиентами неизбежно будет внедряться между производителями, поставщиками и реализаторами. Именно таким образом совершается охват всех пользователей этой системой по всему миру. Выгода предпринимателя заключается в том, что он на один товар делает скидку в баллах ПЗМ, а за другой товар, наоборот, принимает определенный процент в баллах ПЗМ. Таким образом он регулирует количество монет в своем бизнесе. Излишки от клиентов или парамайнинга всегда можно обменять на бирже или раздать новым клиентам, потратить на товар в другом магазине как клиент, реализовать баллы производителям через поставщиков или в счет скидки в баллах от производителей. Нехватку монет в системе всегда можно пополнить от клиентов за счет акций, применяя скидки на товар за баллы ПЗМ, получить скидку в баллах от производителей или поставщиков, а также закупить новую партию обеспечения для своей балловой системы на бирже. Но выгоднее всего генерировать свои монеты в своих личных кошельках за счет парамайнинга. Вариантов море. Главное, что это рабочая схема. Она работает как параллельная финансовая система к национальному рублю и к будущему национальному крипторублю. Да еще и в любой стране, минуя свифт-переводы и конвертации в другую валюту. Что, заметьте, делает эту систему еще более выгодной и привлекательной. Именно поэтому эта балловая система ПЗМ набирает всемирный оборот. Маркетинг-план комбинируется вами под ваш бизнес. Главное в этой системе, что 1 национальный рубль равен 1 баллу. Баллы, которые ваш клиент получит от вашего магазина или салона по вашему маркетингу, тут же конвертируются по курсу CoinMarketCap в количество монет призм и переводятся автоматом на кошелек клиента. Или наоборот, клиент со своего кошелька приобретает у вас баллы за монеты призм, которые тут же вами списываются за товар или услугу. Получается такой как бы круговорот между всеми сферами деятельности и их клиентской базой. Чем быстрее внедрится всемирная балловая система ПЗМ в нашу жизнь, тем дешевле будут обходиться для нас для всех все товары и услуги и сделает для нас инфляцию национального рубля неощутимой для нашего кармана, как это было при СССР. Независимо от того, кем вы являетесь в этой жизни, производитель или предприниматель, так как все мы где-то клиенты. Всемирная балловая система вполне может заменить финансовую бумажную накопительную систему, поэтому нам будет не так обидно, если вдруг везде отменят бумажные деньги и захотят контролировать наши финансы. Без нашего на то согласия.